Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы с вами немного обсудить и поговорить о проблеме выявления чуговых поражений печени при помощи мультипараметрической магниторезонационной томографии. Перед нами стоит большая цель и трудно отдифференцировать доброкачественное и злокачественное образование. Среди доброкачественных образований чаще всего встречаются кисты, гемандиомы. Среди злокачественных образований они разделяются как на первичные и вторичные. Мы чаще всего встречаемся с мистетатическим поражением печени, которые на данный момент 18-40 раз встречаются чаще, чем первичные и злокачественные опухоли. Наиболее частые опухоли, которые метастазируют в печень, это колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак желудка, и потом уже нейроэндокринный, рак молочной железы, рак лёгкого, меланомы и саркомы. Мы используем достаточно сложный и объёмный протокол сканирования, который выполняется на задержке дыхания. Пациенту необходимо объяснить, чтобы он строго выполнял команды, которые ему будут говориться во время исследования. Мы используем стандартные Т1 и Т2 взвешенные изображения в трёх плоскостях – это корональная, сагитальная и аксиальная плоскость. На них мы оцениваем размеры, структуру органа. Обязательно используем Т2 взвешенные изображения с жироподавлением, где мы можем хорошо визуализировать кистозное образование, сосудистую структуру. Также используем обязательно входит в протокол Т1 взвешенные изображения с жироподавлением, где мы оцениваем паренхемы, где мы хорошо можем визуализировать образование. В протокол сканирования обязательно входит динамическое внутривенное контрастирование с использованием таких препаратов гепатоспецифических, как Primavist и Multihands. Оцениваем характер накопления в артериальную фазу через 30 секунд, в портальную фазу через 60-70 секунд и в отсрочную фазу через 2-3 минуты. Гепатоспецифическую фазу. В зависимости от применяемого нами контрастного препарата мы оцениваем через 10-20 минут для Primavista и через 60-120 минут для Multihands. На чём основана эта фаза? Здоровые клетки, гепатоциты активно накапливают контрастный препарат, на фоне которого создаётся гиперинтенсивный повышенный сигнал от паренхемы, на котором мы можем более отчётливо визуализировать гипоинтенсивные образования. Также используем, обязательно используем дополнительную методику дивизионного взвешенного изображения с автоматическим построением ADC-карт. На чём она основана? Основана на движении молекул воды. Чем больше клеток в ткани, тем меньше будут подвижны молекулы. Чем меньше клеток в ткани, тем больше будут подвижны молекулы воды. В опухлевой ткани имеется большое количество клеток. Будут создаваться ограничения диффузии. На чём она основана? На дивизионно взвешенных изображениях мы будем видеть повышение сигнала от очагов. С снижением сигнала на ADC-картах. Такое ограничение диффузии говорит в сторону злокачественного характера. По литературным данным уже произведено много исследований, где доказана информативность магнитно-резонансной томографии с применением гепатоспецифических контрастов. Чувствительность при этом методе составляет 93,8%. По сравнению с магнитно-резонансной томографией, с внеклеточным контрастным препаратом, ГДВ, Спрахенс составляет 89,4%. И компьютерная томография составляет 79,4%. Хотелось бы показать несколько клинических случаев, подтверждающих эту статистику. Данный пациент в анамнезе рак толстой кишки. При выполнении компьютерной томографии был визуализирован крупный очаг. Мелкие очаги и другие образования в паранхеме печени не были обнаружены. При выполнении магнитно-резонансной томографии с гепатоспецифическим контрастом и использовании дополнительных методик диффузионно-звешенных изображений мы отчетливо видим признаки ограничения диффузии. Это выявляются два дополнительных очага, которые гиперинтенсивного сигнала на диффузионно-звешенных изображениях с пониженным сигналом на ADC-картах. При ретроспективном анализе данные очаги неотчетливо контурировались, но уже можно было бы сказать, что да, возможно, они были. Но отчетливо визуализировались только при магнитно-резонансной томографии. Следующий клинический случай. Больная с анамнезелемиосаркома. При выполнении магнитно-резонансной томографии с гепатоспецифическим контрастом, с применением методики диффузионно-звешенного изображения, также позволило больше выявить количество очагов. Данный очаг, визуализируемый при магнитно-резонансной томографии, не визуализировался при компьютерной томографии. Спустя 2 месяца, при проведении динамическом наблюдении у пациентки, которое находилось на лечении, было проведено химиотерапевтическое лечение, только начинается визуализироваться данный очаг, который мы уже видели 2 месяца назад у данной пациентки. Следующий клинический случай. В анамнезе рак толстой кишки, пациент 58-го года рождения, на доконтрастных исследований, на Т2-звешенных изображения жироподавлением, мы видим незначительное повышение сигнала данного участка. Данный участок характеризуется, имеются признаки ограничения диффузии гиперинтенсивного сигнала на взвешенных изображениях и гиперинтенсивной на картах, что говорит в сторону злокачественности характера. При динамическом контрастировании данный участок характеризуется неравномерным, умеренным накоплением контрастного препарата и в гепатоспецифическую фазу характеризуется отсутствие накопления этого препарата на фоне гиперинтенсивного сигнала от паренхема печени. При сравнении двух методик данный очаг не визуализировался, полное отсутствие признаков очагового образования при компьютерной томографии. Однако хотелось рассказать о трудностях, которые встречаются, небольших таких проблемах, которые все-таки стоят. Есть вопросы, как дальше диагностировать, как трактовать выявленное образование. При данном клиническом исследовании у пациента в анамнезерак толстой кишки при динамическом наблюдении через месяц у пациента выявленное образование в печени и в динамике показывают увеличение размеров. Также у этого пациента был выявлен очаг субкапсулярной расположения, который оставался без динамики. Пациенту было проведено химиотерапевтическое лечение. Данный очаг оставался без динамики. Пациенту было выполнено магнитно-резонансная томография с гепатоспецифическим контрастом, с дивизионно-взвешенными изображениями, где данный очаг на Т2 изображения визуализируется как гиперинтенсивный. На Т1 он визуализировался гиперинтенсивный. При динамическом внутривенном контрастировании очаг не накапливает контрастный препарат ни в артериальную, ни венозную, ни в гипотоспецифическую фазу. При применении диффузионно-взвешенных методики, при самом высоком факторе, который мы используем, В800, очаг характеризуется повышенным сигналом, однако не даёт признаков ограничения, так как на ADC-картах он тоже гиперинтенсивный. Характер образования до конца оставался неясен, но трактовался, учитывая данные анамнеза, данные множественного поражения, очагового поражения печени трактовался как метастаз с кистозной перестройкой, у которого оставались вопросы. И только при хирургическом лечении и гистологически подтверждённом мы получили результат, что это был метастаз. В заключении хотелось бы сказать, что данная методика с применением гипотоспецифических контрастов, используя диффузионно-взвешенных изображений, для такого подхода, чтобы выполнить это исследование, необходимо определиться с чёткими показаниями для этой методики, так как эта методика может нам позволять уменьшить число исследований, она улучшает предопрессионное планирование и повышает точность диагностики. Какие же показания? Показания следующие. Обследование при использовании, когда обследование при предполагаемом хирургическом лечении, то есть, когда стоят такие вопросы у хирургов, как удалить долю или выполнять резекцию, есть ли дополнительные очаги в этой доле, есть ли дополнительные очаги, чтобы идти на конкретную, чтобы они были готовы на какой-то ход операции. Также это оценка эффективности системного лечения метастатического поражения печени и использовать как дополнительную дифференциальную диагностику очагового образования печени, когда КТ не может однозначно определить характер очага. И мы будем надеяться, что мы им в этом поможем. Спасибо большое, Анна Васильевна. Есть вопросы? Всё ясно, наверное, да? Анна Васильевна, скажите, пожалуйста, как часто Вы в своей практике меняете заключение или представление о объёме поражения печени при проведении таких исследований у пациентов, которым была сделана компьютерная томография? И как часто хирурги отказываются от радикального удаления того очага, который они хотели удалить? Не могу сказать, что практически всегда, но часто мы меняем заключение, так как при помощи вот такого подхода мы можем визуализировать больше очагов. Спасибо. Ещё есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое. Анна Васильевна, вопрос такой. Как Вы считаете, Ваше мнение, гепатоспецифические контрастные препараты в каких случаях должны применяться в выявлении образований в печени? Я попросила бы Вас оценить именно метастатические изменения, чаще всего, которые, в общем-то, Вам приходится здесь видеть, в этом институте. Спасибо. Мы используем эту методику, когда, повторюсь, когда у хирургов стоит определённая задача. То есть, к примеру, когда они хотят оставить долю, и им необходимо убедиться в том, что там действительно нет никаких очаговых образований. На данный момент пока вот такая цель. Ещё есть вопросы? Пожалуйста. Сейчас, подождите, сейчас микрофон. Подождите, микрофон будет. Нас слушают ещё люди, которые находятся в интернете, в сети, чтобы они слышали Вас вопрос. Подскажите, может быть, тогда отказаться от компьютерной томографии, сразу МРТ выполнять? Есть ли в этом целесообразность? Спасибо за вопрос. К сожалению, мы не можем отказаться от компьютерной томографии, потому что такой метод с применением таких контрастных препаратов является дорогостоящим препаратом, методикой, которая имеет тоже ряд, есть пределы метода, где мы не можем полностью визуализировать отделять, отчётливо визуализировать на примерах левую долю отчётливо, потому что очень выраженный артефакт от дыхания, от движения. Также есть противопоказания у ряда пациентов, когда мы не можем провести магнитно-резонансную томографию. Это какие-то металлические, эндопротезы, кардиостимуляторы, поэтому мы не можем полностью отказаться. Я бы ещё добавил, наверное, что компьютерная томография на сегодняшний момент является общепризнанным стандартом наблюдения за онкологическими пациентами. И те данные, которые мы сейчас вам предоставляем и обсуждаем, это всё-таки недавно появившиеся возможности. она сейчас анализируется и работает ли это у всех пациентов и нужно ли всем пациентам точно знать, сколько метастазов содержится в печени, в какой локализации. Если у пациента не планируется радикального лечения по поводу поражения печени, то тогда, наверное, и не стоит гоняться за каждым минимальным поражением, за каждым очагом в печени, а достаточно традиционной оценки таргетных очагов для контроля проводимого лечения. Может быть, вот сейчас мы идём, мы сейчас находимся в стадии анализа проведённых предварительных данных и оценки и выявления тех групп пациентов, которым действительно это крайне необходимо. И Анна Васильевна совершенно верно сказала, мы думаем, что те пациенты, которые предполагают хирургию печени по поводу радикального удаления очагов в печени и палеотивного каких-то, да, а именно единственный очаг в печени и планирование оперативного вмешательства, здесь, конечно, магнитризнас и томография с гипотоспецистическим контрастным препаратом являются принципиальным. И мы должны быть сто процентов уверены, что в оставшейся части печени точно нет никаких очагов, которые мы могли чисто потенциально соответствуют метастатическому поражению. КОНЕЦ КОНЕЦ